Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о том, можно ли учить йоге и медитации за деньги. Узнаем, с какими вопросами можно столкнуться, когда решили заняться обучением других людей и как их возможно решить. Бизнес. Он сегодня повсюду. Любая потребность человека, любое увлечение это уже чей-то бизнес. И спрос рождает предложение. Наше общество становится все более осознанным и все меньшему количеству людей интересно глупое праздное времяпрепровождение с чревоугодием, алкоголем и так далее. Люди начинают искать что-то более важное, что-то более истинное. И находятся те, кто дают людям то, что им нужно. Сегодня саморазвитие это не просто путь поиска истины. Это уже практически модный тренд. Сегодня не заниматься саморазвитием это практически моветон. То есть плохие манеры и показатель некой необразованности и недалекости человека. Да, разные бывают формы саморазвития и зачастую, к сожалению, оно не противоречит подчас и алкоголю и даже наркотикам. Напротив, есть целое направление йоги, которые построены на употреблении наркотиков. Однако, сегодня многие желают развиваться. И на этом сегодня тоже строится бизнес. Кому-то предлагают почистить карму за несколько сотен уе. Кому-то продают личную мантру, которую чуть ли не богом человека может сделать за пару месяцев. А есть и такие, кто начинает учить йоги за деньги. В оправдании можно слышать, что, мол, преподавание йоги, медитации и так далее – это тоже работа. И тот, кто этим занимается, если пока не научился летать по воздуху и питаться радостью, тоже должен где-то жить, что-то кушать и так далее. С этим сложно поспорить. Однако, когда выставляется приз курант на продажу мантр, асан и прочих практик – это, согласитесь, кощунство. Когда какое-либо посвящение в практику можно купить, так же, как буханку хлеба, в разы дороже, разумеется, но принцип тот же, то это приводит к тому, что теряется ценность этой практики, даже если она оценена в десятки тысяч долларов. Давайте подумаем, правильно ли учить йоги за деньги? Что такое йога и медитация? Йога и медитация. Что это такое? На что она способна? Йога в переводе с санскрита означает «связь или гармония». И без преувеличения она реально может творить чудеса. Она способна и избавлять от кармы, и менять личность человека, и устранять глубинные негативные установки, которые, по сути, и являются корнем всех наших проблем. Йога способна улучшить состояние здоровья и избавить даже от тяжелых хронических заболеваний, как на уровне тела, так и на уровне ума. Йога действительно меняет жизнь, особенно если подходить к этому вопросу со всей серьезностью, а не просто воспринимать йогу как некую гимнастику. Йога – это особое мировосприятие, это философия, это образ жизни. Подобную информацию о йоге и медитации вы можете прочитать на нашем портале. Также смотрите видео на канале обучения и саморазвития о том, как правильно медитировать. Можно ли определить стоимость занятий? Но кто скажет, во сколько можно оценить этот чудесный метод саморазвития? Кто даст этому цену? Можно ли начать учить йоге за деньги? И кто, установив высокую цену, имеет право закрыть этот путь тем, кто не является владельцем заводов, газет, пароходов? Кто будет определять, кому можно стать счастливым и здоровым, а кому нет? Тем более, что в современном мире большими активами зачастую, не всегда, но довольно часто, обладают именно наиболее безнравственные люди. То есть получается, что достойными получить ту или иную духовную практику будут наиболее безнравственные люди. Это уже совсем неразумно. Еще один аргумент против торговли духовными практиками заключается в следующем. Учитель – это призвание. Тот, кто торгует духовными практиками, это уже не учитель, а скорее уже торговец. Если не настоящий спекулянт, так как продавать подобные услуги задорого достаточно сложно. И иногда это занимает куда больше времени у тренера, чем само преподавание йоги. То же самое можно наблюдать в творчестве. Если художник, музыкант или поэт начинает ставить свое творчество на коммерческие рельсы, его талант быстро иссякает. По многим причинам, но одна из них в том, что у человека, который реализует свое призвание исключительно из финансового интереса, меняется сознание. И эти перемены далеко не в лучшую сторону. Еще худшее происходит с учителем медитации и духовными учителями. Если такой человек мотивирован только повышением прибыли, он перестает быть искренним. Его мотивы становятся грубыми, низменными, и он сам становится не способен вести людей по духовному пути, потому что он, по большому счету, сам сворачивает с этого пути. Истинный духовный учитель не нуждается ни в чем. Он за пределами всего. Он свободен от всего. Речь идет о настоящем учителе, который постиг истину и способен ей делиться. А те, кто решили замутить бизнес на модной теме саморазвития, это, конечно, другой разговор. Только есть ли у таких людей компетенция передавать знания? Таким образом, получить какие-либо духовные знания или духовную практику, это неотъемлемое право каждого, и никакого преискуранта на эти услуги быть не может. Но стоит ли учить йоги бесплатно? Вдумайтесь в слово «бесплатный», то есть «бесплатит». Да, и как говорит сама йога и восточное учение, платим мы за что-либо или нет напрямую деньгами не так важно. В этом мире ведь не существует ничего бесплатного. Деньги – это лишь самая грубая форма энергии. Йога утверждает, что существует некий закон кармы, который обеспечивает энергетический баланс в этом мире. И даже если у нас есть иллюзия, что мы нечто получили бесплатно, мы все равно либо уже расплатились за это в прошлом, либо расплатимся в будущем. И если мы за счет своих благих заслуг в прошлом получаем что-либо якобы бесплатно, то мы просто используем свой прошлый запас благой кармы, и он, увы, не бесконечен. Поэтому концепция халявы, которую многие из нас так любят, это очередная ловушка на пути саморазвития. Мироздание обмануть невозможно, и за все, что мы получаем, мы вынуждены платить. И получив практику медитации или какую-либо другую практику, самое простое, что мы можем сделать, это пожертвовать самую грубую форму своей энергии в денежном эквиваленте. Поэтому некоторые считают преподавание медитации за деньги вполне нормальным явлением. И это лишь самая простая форма служения и форма благодарности за бесценное знание. Гораздо сложнее использовать полученное знание во благо и приносить пользу другим людям. И это самая высокая плата за полученное знание. Но, к сожалению, доступна сегодня лишь немногим. Поэтому денежная благодарность – это самое малое, что мы можем сделать для восстановления энергетического баланса. Что предложить в качестве оплаты? Так как начать учить йоги за деньги? Свободное пожертвование при занятиях духовными практиками – это самый адекватный метод оценки и благодарности полученных знаний. Если человек видит, что йога реально меняет его жизнь, он заплатит гораздо больше, чем будет указано в том или ином прескуранте. Действительно, как показывает опыт, если человеку предложить оплату за знание в режиме свободных пожертвований, то человек порой платит даже в разы больше, чем предусмотрена оплата за аналогичные услуги. Более того, по мере практики йоги у человека меняется сознание. Оно становится более альтруистичным, и человек желает вложить в развитие проекта, который изменил его жизнь. Также стоит понимать, что в современном мире даже настоящему духовному учителю нужны денежные средства на продвижение своего проекта, особенно если для этого надо снимать отдельное помещение. Это и аренда, и оплата рекламы, и еще много и много услуг, которые необходимы для процесса обучения и тренировок. Поэтому в любом обучении йоги и медитации финансовый вопрос всегда стоит остро. Вполне реально начать преподавать медитацию за деньги. Мы живем не в индийском сериале, где праведникам боги преподносят еду и избавляют от всех проблем. Поэтому нерегулярное финансирование проекта может свести на нет любые самые светлые мотивации и благородные начинания. Но при этом важно наблюдать за тем или иным учителем. Если в его словах и лекциях чаще звучат именно денежные вопросы и слишком большой акцент делается на то, что только сегодня и только сейчас можно получить самые эффективные практики за солидную, естественно, цену, то, скорее всего, перед вами просто хороший торговец, но никак не настоящий духовный учитель или йоги. Именно поэтому в нашем современном, зачастую слишком уж материалистичном мире так трудно найти людей, искренне развивающих в себе настоящую духовность и бескорыстие, так как преподавая в таком традиционном стиле и по всем правилам восточных духовных учений, сегодня крайне тяжело выжить подобному мастеру в большом городе. А многие люди и сами, если видят, что обучение не стоит дорого, побаиваются, что оно будет некачественным. Но в случае с духовными практиками данная формула едва ли работает, так как сама духовность многих учителей поталкивает именно к тому, чтобы распространять свои полезные знания даже бесплатно, особенно для тех, кто в этом больше всего и нуждается. Поэтому, друзья, как совет, если вам посчастливилось найти таких мастеров йоги, медитации и других полезных для вас учений и практик, которые вас развивают и делают счастливыми, то также не забывайте поддерживать этих учителей и преподавателей, в том числе материально, даже если они не клянчат деньги каждую секунду и не выставляют за свое обучение огромных сумм. Тогда и хороших мастеров, и хороших учеников в этом мире будет куда больше. Рекомендуем посмотреть мотивирующее видео об успехе и как его достигать. На этом наши рассуждения по поводу того, можно ли учить людей йоги и медитации за деньги, подошли к концу. У каждого человека свой взгляд на этот вопрос. Но из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что за все надо платить. А вот какую цену, это уже совершенно другой вопрос. Оставайтесь на нашем канале и читайте интересную информацию о лучших упражнениях йоги и в чем польза медитации для тела и ума. На этом мы прощаемся с вами. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok